Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вот еще один момент по поводу этого оправдания от решения суда по вчерашнему товарищу этому Лиеву, точнее вчерашнее решение суда, когда Чудика, который обвиняется, я не говорю украл, я говорю обвиняется, то есть вот не доказано, окей, хорошо, обвиняется в воровстве полутора миллиардов гривен на закупивле снаряде для ВСУ, просто отпустили на все четыре стороны, ну просто сказали, ну что ты, иди себе, занимаешь тут место в суде, иди себе, вот гуляй куда-нибудь, да, так и сказали ему, ну вот, собственно говоря, немножко штрихов сначала к его портрету, а потом еще рассуждение, как это могло быть, значит, вот он, этот товарищ, оказывается, зовут его Александр Лиев, он из Симферополя, и он вот, оказывается, он был на России и праздновал там день рождения или что-то еще с, так сказать, наследницей Российского престола, как ее там зовут, Государиня Великая Княгиня Мария Владимировна, читайте, что он ей написал, этот Лиев, ее высочество глава Российского императорского дома, блин, все с больших букв, Е и В, а почему Е и В, не знаю, Государиня Великая Княгиня Мария Владимировна удостоила меня ордена Святой Анны Третьей степени, служу отечеству, бляха-муха только спрашивается, какому именно отечеству он там служит, для меня и моей, это продолжение цитаты, для меня и моей семьи на самом деле это событие, как и другими важными событиями в моей жизни делюсь с радостью с моими друзьями, вот он поделился радостью, что, значит, его удостоили какой-то там медальки, вот эти вот Российского императорского дома, а потом каким-то образом вот этот чудик, да, попадает сначала в Министерство обороны, интересно, при ком, как, при каких обстоятельствах, этого я не знаю, не буду говорить, кого-то обвинять, но одно то, что вот такой товарищ сидел на, ну, или имел отношение к снабжению украинской армии, меня, знаете, повергает просто в шок, да, легкий такой, в грогу, вот, а потом обвиняемый, обвиняемого суд просто отпускает на все четыре стороны. Склонен ли я здесь винить суд или что-то другое? Смотрите, если бы взял бабки суд, ну, я так рассуждаю просто, если бы взял деньги у него суд, то, скорее всего, суд бы не стал так мараться, он бы ему влепил приемлемый для него залог, да, ну, например, так, чтобы не было страшно и для него не было наклада, ну, миллионов 50-70 гривен ему бы влепили залог, отправили бы в каталажку, он бы заплатил 50-70 лимонов, может, 25, может, 72, ну, вот, вы меня поняли, меньше 100 миллионов гривен, да, где-то так. Он бы заплатил этот залог и вышел бы на следующий день аккуратненько. Вот так бы это выглядело, если бы бабки взял суд. С моей непросвещенной точки зрения бабки взял все-таки прокурор, я так думаю. Смотрите, почему? Потому что суд, по всей видимости, был вынужден вынести такое решение из-за абсолютно идиотского, идиотского, я опять, я могу ошибаться, но это версия, да, из-за абсолютно идиотского, из-за абсолютно идиотского оформления дела. То есть, видимо, при подготовке дела прокурор там заложил, а вы же прекрасно понимаете, что достаточно заложить, вот, не видных обычному глазу, но очень хорошо видных юристу несколько мин, и дело просто невозможно дальше рассматривать, в силу того, что оно становится незаконным, да. И вот это, с моей точки зрения, сработало именно это, потому что дело просто не стали рассматривать. В силу, наверное, я полагаю так, убогости обвинения, убожества обвинения. Поэтому с моей все-таки, вот я в предыдущее видео записывал, я не знал, брали они деньги или не брали, сейчас думаю, что кто-то взял таки, да, вот больше к этому склоняюсь, что чудик деньги брал, но я просто построил его подноготную, ну, там вообще, я не понимаю, как такой чудик мог вообще в этом месте оказаться, в принципе. Он же и бомбу туда мог пронести, и что угодно, да, вот. То есть, что это тогда вопрос, кто брал деньги? Ну, с моей точки зрения, все-таки брал прокурор, который вот готовил, готовил это дело, потому что, еще раз говорю, это не выглядит так, как будто деньги взял суд. Вот, видите, приходится такими категориями рассуждать, кто взял, а кто не взял, или взяли и те, и те одновременно. То есть, денег у него, судя, ну, если он украл полтора миллиарда, например, ну, понятно, что с подельниками, с кем-то делился, денег у него море. Заплатить он мог как суду, так и прокурору, теоретически. Вот, ну, вот я высказал, как бы, свое мнение о том, с какой стороны он зашел. Все-таки, мне кажется, со стороны обвинения он зашел. Так ему показалось перспективнее, его тупо отправили на все четыре стороны, без всякого залога, вообще без ничего. Вот такие вот, ребятки, пироги, довольно печальные, к сожалению, но маемо-тошемаемо. Да, прокуроры уже подали, подали скаргу на это дело, и посмотрим, посмотрим, значит, пройдет ли она, грамотно ли составлена будет скарга. Апелляцию, имею в виду, да, пройдет ли апелляция и так далее, и так далее. Будем надеяться, что апелляция все-таки составлена, ну, немножечко лучше, чем была составлена первичная жалоба, да, первичное обвинение, извините меня. Апелляция Апелляция